ПЕСНЯ Почти два года под грохот пропаганды бушует неистовая кампания репрессий. Начав с бывших вождей, государственный террор распространяется на все слои населения. Только проверяй его. Во всем проверяй. Он не тот, за кого себя выдает. Кто? Кугайнов? Всевозможные обвинения в контрреволюционной деятельности, заговорах против советской власти, вредительстве, предательстве, связях с иностранными разведками сводятся к обобщенному понятию «враг народа». 1937 год останется в отечественной истории зловещим символом. Почти как 1941-й. 10 тысяч рабочих московского завода «Шарико-подшипник» собрались на митинг по поводу процесса антисоветского троцкистского центра. В январе гласно судят бывших членов Центрального комитета партии Радека, Китакова, Серебрякова и Сокольникова. «Прочь грязные лапы фашистских убийц от Советского Союза!» Якобы сговорившись с германскими фашистами, они готовили диверсии и теракты. «Привели Сокольникова, уже из тюрьмы, бледный, смотрит на меня равнодушным совершенно не видом. Говорит, что у них был параллельный троцкистский центр, что он был связан с правами. И когда я ему сказала, Гриша, да шок, что ты говоришь? Ну, ты же чушь говоришь. Ну, ничего не чушь, и ты тоже сам скажешь». Из 17 обвиняемых сразу расстреляют 13, остальных потом прикончат в тюрьмах. «На московской кондитерской фабрике имени Бабаева. Они пытались отнять у рабочего класса всего мира самые ценные, самые дорогое нашего любимого родного товарища Сталина. Никакой пощады врагам расстрелять между одного, как вешеных собак». Гитлеровский бонза Геринг разъяснит в Рейхстаге, что это, цитата, «всего лишь спектакль для внутреннего советского употребления». И, разумеется, никаких соглашений с большевиками у нацистской партии не было. В феврале-марте на партийном пленуме с обличениями или покаяниями выступают 73 человека. Из них 56 расстреляют. Двое покончат с собой. «Изменники, предатели, троцкисты, эти убийцы, наемные убийцы, которые убили Кирова». Еще до судов Сталин, для Проформы и другие члены Политбюро визируют расстрельные списки. Сохранится 388 списков более чем на 45 тысяч человек номенклатуры. Партийные руководители разных уровней, наркомы и начальники главков, директора и главные инженеры предприятий, чекисты, дипломаты, научные и культурные деятели. Почти во всех краях, областях и республиках будто бы существовали шпионско-террористические и диверсионно-саботажные организации, центры правых и троцкистов. «У нас еще есть отдельные группы врагов. Хвастать нам нельзя, бдительность свою терять нельзя, но мы их почистили основательно». И во главе таких организаций по непонятным причинам стояли первые секретари областных, краевых и республиканских партийных комитетов. «И чтобы уметь распознавать людей, которые маскируются под маску рабочего, колхозника, служащего, а сами являются врагами рабочего класса». Поразительно, что террористические призывы сверху сочетались с истерическими, линчевательскими настроениями в низовых организациях. «Мы, колхозники, приносим глубокую благодарность лучшему соратнику Иосифу Виссарионовичу Старину, Николаю Ивановичу Ежову, который сумел разблочить всю подлую банду убийц». Эмиссары Москвы повсюду находили доносчиков, готовых дать показания против всех, кого требовалось уничтожить.